Цели устойчивого развития ООН до 2030 года ориентированы на переход человечества к зелёной экономике. Этому посвящены 15 направлений из 17. Приверженность Казахстана такому пути доказывает принятая в стране концепция перехода к зелёной экономике. Она нацелена на развитие и внедрение передовых технологий, а также минимизацию нагрузки на окружающую среду. К слову, для развития альтернативной энергетики в республике запущены аукционы по отбору лучших проектов ВИЭ. Они позволили повысить инвест-привлекательность сектора и добиться конкурентных цен на электроэнергию, говорят специалисты. Также сегодня для реализации целей устойчивого развития Казахстан активно сотрудничает с международными организациями и финн-институтами. Очень хороший нам помощник — это программа ФАО, продовольственная программа развития ООН. В нашей стране офис открылся буквально второй год. И эта организация сейчас готовит наши страновые заявки в Глобальный экологический фонд, Зеленый климатический фонд, для того, чтобы привлечь грантовые ресурсы на вопросы улучшения экосистемы суши в первую очередь. Вот сегодня буквально рассматривается заявка в Зеленый климатический фонд на 7 миллионов долларов, в рамках которой должны быть реализованы проекты, связанные с борьбой с опустыниванием, с лесоразведением. Сейчас в Казахстане обсуждается новый экологический кодекс. По словам экспертов, он приведет экозаконодательство республики в соответствие стандартам стран ОСР. Кроме того, будет стимулировать природопользователей к внедрению зеленых технологий. К разработке кодекса привлекли представители неправительственных организаций, экологов и международных экспертов. Одно из новшеств этого экологического кодекса как раз таки обсуждается создание экологического фонда, куда могли бы собирать все экологические платежи, которые собираются в достаточно большом объеме в нашей стране, где-то 150-170 миллиардов по разным оценкам. Еще очень важный момент в рассматриваемом экологическом кодексе — это применение наилучших доступных технологий. То есть это очень важные инструменты для того, чтобы озеленить нашу промышленность. Напомним, что одним из успешных долгосрочных проектов по реализации цели устойчивого развития стало первое зеленое село Казахстана Арнасаев Акмолинской области. Здесь создали демонстрационную площадку, где жители обучают передовым технологиям и навыкам предпринимательства. Мониторинг пассивных и пастбищных земель доступны каждому фермеру. Столичный предприниматель Жандос Керемкулов предлагает отечественным аграриям свой стартап, а точнее услуги анализа сельхозугодий на основе космических снимков. Изображения с европейских и американских спутников молодой ученый и его команда берут из открытых баз данных космических агентств. По словам автора проекта, это значительно удешевляет мониторинг. Использование снимков экономит время и средства агрономов, заменяя обычный физический обход полей. А также позволяет рассмотреть участки пассивных и пастбищных земель с точностью до 10 метров. Во-первых, мы высылаем, допустим, вы фермер, вам достаточно забить кадастровый номер вашего поля, по нему мы определяем границы вашего поля, отправляем запросы, скачиваем эти снимки, делаем радиометрическую коррекцию, потом далее высчитываем различные индексы, потом преобразуем его уже в веб-формат, чтобы для работы через браузер он был более идеальный. И дальше проводится анализ, сколько площади занимает та или иная вид и так далее. Подобный мониторинг, по словам ученого, один из инструментов точного земледелия. Такая своего рода картография позволяет аграриям вовремя отслеживать возникающие изменения на участках и оперативно принимать необходимые меры по их нейтрализации. Благодаря казахстанскому стартапу можно определять важность почвы, уровень азота, высоту снежного покрова и делать прогноз урожайности. К слову, снимки обновляются каждые пять дней. Если посеялись, если не произошли всходы в каких-то областях, то вы уже точно знаете, что там нету всходов, там земля не обрабатывается и можно пересеять, тем самым увеличить урожайность. Либо в ходе вегетационного периода, если какая-то болезнь, либо вредители сели там вашу культуру, то вы увидите это и примите определенный мир, чтобы она не распространялась на большую площадь. Тем самым тоже увеличить урожайность. В планах Жандоса выйти со своей разработкой на зарубежные рынки, в том числе на российский. Потенциально перспективным он считает африканский регион, где сельское хозяйство составляет основу экономик стран. Но сейчас главный акцент инноватор делает на узнаваемость в Казахстане. Растут объемы экспорта казахстанской сельхозпродукции на зарубежные рынки. Аграрии Туркестанской области намерены отправить в Россию большую часть нового урожая капусты, который посадили еще в начале января. В целом в этом году в области ранние овощи были высажены на более чем 1400 гектарах. Из них свыше тысячи приходится на белокочанную капусту. По словам местных аграриев, с 14 гектаров они намерены собрать 300 тонн урожая. Я занимаюсь земледелием вот уже два года. Получается неплохо. Где-то через 10-15 дней закончу собирать урожай. А там уже на подходе дыни. В этом году в Жатысайском районе увеличили площадь посевных земель под ранние сорта овощей. Теперь она достигает 65 гектаров. Это делается для эффективного использования земель. Раньше мы закупали капусту, арбузы и дыни и другие овощи из Узбекистана, Сараагашского и Абайского районов. Сейчас мы сами вырастили более 80 миллионов саженцев. Уже в мае аграрии региона должны выйти на запланированные показатели по экспортным поставкам. Стоит отметить, в этом году сельхозпроизводители намерены засеять порядка 77 274 гектаров земель. Казахстан и Кыргызстан продолжают идти по пути экономической интеграции. Республики активно экспортируют и импортируют свою продукцию. В числе востребованных в Казахстане кыргызских товаров – продукция легкой промышленности. Кстати, большой спрос в стране на школьную форму «Мэйден Кыргызстан». Примерно 100 тысяч комплектов для мальчиков и девочек каждый год продают в Казахстане. В соседней республике работает 20 предприятий, выпускающих эту продукцию. Большой спрос, говорят специалисты, кроется также в высоком качестве юбок, блузок, брюк и пиджаков. Мы уже более 15 лет работаем и мы имеем на рынке свою репутацию и делаем всегда качество. И потребителям даем гарантию два года. То есть, если ученик не будет хулиганить, не будет этот, то наш костюм будет прослужить два года. То есть, и через год костюм будет выглядеть такой же. Этнофестивали, театрализованные представления, мастер-классы, выставки и множество концертных программ. Именно с таким размахом в Кыргызстане отметили открытие года «Ож культурная столица тюркского мира». Мероприятие посетило свыше 500 делегатов из 21 государства. В их числе и известные артисты Казахстана, Узбекистана, Якутии, Азербайджана. В свою очередь представители семи районов Ожской области познакомили гостей с культурой и традициями кыргызского народа. «Нами подготовлены вот такие буклеты. На одной стороне имеется программа мероприятий, на другой изображена карта города. Вся информация изложена на русском и турецком языках». В мероприятии задействованы местные волонтёры и студенты. Стоит отметить, что добровольцы прошли специальные мастер-классы. Они знакомили гостей с местной культурой и насыщенной программой. «Мы отобрали 200 юношей и девушек, свободно владеющих тюркскими и английскими языками. Они выступали в роли гидов или переводчиков. Они могут оказать информационную помощь». Напомним, решение об объявлении в 2019-м города Ош культурной столице тюркского мира было принято на 36-м заседании стран Тюрксой, которое прошло 18 декабря прошлого года в турецком городе Кастаману. Библиотечный фонд казахстанских вузов пополнился новыми изданиями лучших книг мира на государственном языке. В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби представили 30 учебников по мировой истории и международному праву, научные пособия по педагогике и психологии, а также труды по стратегическому менеджменту. В рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» каждая книга выйдет тиражом 10 тысяч экземпляров. С переводами изданий можно также ознакомиться в электронном варианте. «Были учтены все пожелания и рекомендации ученых и университетов. Эти книги очень цены и востребованы сегодня, поскольку по ним занимаются студенты ведущих вузов мира». Тем временем 60 лучших современных произведений казахстанских писателей перевели на 6 языков ООН. Теперь их можно будет прочитать на английском, французском, китайском, испанском, русском и арабском языках. Национальная комиссия по реализации программы «Рухани Жангару» считает, что это позволит читателям 90 государств познакомиться с культурой Казахстана и лучше узнать страну. Казахский язык очень богатый. Особенно в поэзии можно заметить его мелодичность и ритмичность. Английский обычно логический язык, его направление совсем другое. В нем очень тяжело донести до читателя тон и мелодичность произведения. Но все же мы очень старались донести на нужном уровне дух произведения. В этом, думаю, нам помогла встреча с самими авторами. Наша основная задача с помощью произведений литературы – популяризировать казахскую культуру, познакомить с историей, бытом казахского народа, широкий круг читателей других стран. Работа по переводу книг будет продолжена. Для нас также важно, чтобы эти книги попали в руки зарубежных читателей. Сборники выпустят тиражом не менее 10 тысяч на каждом языке и передадут в библиотеки крупнейших вузов и исследовательских институтов мира. Большое внимание также уделяется и электронной версии книг. Копчакские воины внесли весомый вклад в золотую эпоху грузинской государственности. Свидетельство тому – многочисленные памятники древних времен. Некоторые из них изучили участники научной экспедиции по следам предков. Старинный городок Тетрицкара. Именно в этом районе располагалась любимая резиденция царицы Тамары. Здесь же, согласно историческим данным, Давид IV поселил Копчаков, которые пришли ему на помощь. Напоминанием об этом служат древнетюркские каменные изваяния, сохранившиеся до наших дней. Это древний город был, то есть он еще до Копчаков здесь был, можно сказать, и издавна, да. Но просто Копчаки были заселены Давидом Ахмашенебели, чтобы они охраняли границы, поступки к этому городу. Ну и вот, и поэтому я же говорю, что когда я уже стал историю изучать, изучать, смотреть очень много у нас общего между казахами и грузинами. Ну, в том смысле, что и исторические факты, и плюс, ну и в менталитете то же самое. Еще одна из главных исторических достопримечательностей Южной Грузии – пещерный монастырский комплекс Вардзия. Его строительство началось в XII веке во времена правления Георгия III и завершилось, когда трон заняла его дочь, царица Тамара. Ширина пещеры – 50 метров, длина – около 500. Она способна одновременно вместить около 15 тысяч человек. Монастырь перекрывал ущелье реки Кура от второжения иранцев и турок с юга. Есть версия, что сюда приходил Кубасар со своей армией во времена правления Георгия III и царицы Тамары. После, возможно, здесь был и царский министр финансов Кутлу Арслан. Во времена Давида IV, его отца Георгия III и царицы Тамары, наши предки жили здесь и оберегали границы Грузии. Вдоль левого берега реки в отвесном склоне горы высечено около 600 помещений. На высоте в 8 этажей располагались церкви, часовни, кладовые, бани и библиотеки. Многие из них разрушились после землетрясений. Следующий пункт исследований ученых – город Ахалцихи, который в XIII-XVI веках был столицей Кипчака тюркского государства. Драматический фильм «Айка» презентовали в Берлине. Показ в кинотеатре «Хакиши Хёфи» прошел при полном аншлаге. Многие зрители специально приехали из других городов Германии, так как наслышаны о киноленте, получившей награды престижных международных конкурсов. Прилетела на премьеру и казахстанская актриса Самал Яслямова, обладательница приза Каннского фестиваля за лучшую женскую роль. После просмотра она рассказала собравшимся о процессе съемок и о трудностях. Например, актрисе на протяжении шести лет именно столько шли съемки, пришлось не менять прически, придерживаться диеты и даже прятаться от солнца, чтобы не загореть. Отметим, Айку также презентуют в кинотеатрах Лейпцига, Пуздама, Трездена и Майнца. Это, конечно, часть жизни, которой шесть лет, которую мы снимали. Это столько сил, столько времени. И вот каждое движение было отрепетировано в этом фильме. Это роль, ну очень-очень-очень важная, конечно, в моей жизни, которую я никогда не забуду. Играла в этом фильме это большую любовь, большую связь, ребенка и мамы. Это самая главная тема жизни вообще. И, конечно же, зритель и каждому человеку она дойдет, потому что у каждого есть мама. А в столице Казахстана состоялся показ двух отечественных короткометражных фильмов выпускника Академии кино Сан-Франциско. Одна из картин Мурата Ежана называется «Я еду в Париж». В ней повествуются о жизни молодой девушки, которая мечтает жить в столице Франции. Второй фильм выпускника программы «Болошак» – Тиин. Его съемки финансировала киностудия «Казахфильм». Отметим, сценарий Мурата вошел в топ-100 лучших сценариев Америки. Фильм Тиин наталкивает зрителя на глубокие философские мысли, такие как беспокойство за судьбу ребенка, уметь правильно расставлять приоритеты и суметь не сломать судьбу ребенка, преследуя какие-то свои цели и неосуществленные мечты. Человек должен думать и самостоятельно прийти к какому-то определенному решению. А такие решения ко всем приходят по-разному. Самое главное, чтобы ваш фильм не наталкивал на плохие мысли. Необычный Дастерхан накрыли в Ереване. Армянские повара приготовили традиционные казахские угощения и провели своеобразные исторические параллели между кухнями двух народов. Мастера гастрономического цеха отметили, что Казахстан и Армению объединяет общее наследие. Поэтому и готовить национальные изыски другой страны им было совсем несложно. По словам известного в Армении шеф-повара Сидрака Мамуляна, схожих блюд в казахской и армянской кухне немало. Так бастурма пришла на армянский стол от кочевников. Науры с кужей напоминает по рецептуре кисломолочный суп-спас. Баурсаки бых-быхик. Жент – домашнюю халву. Популярны в Армении плов и манты. Местным поварам удалось не только угостить, удивить, но и вызвать восторг. Все приглашенные на вечер гости признавались в любви к казахской кухне. Конечно, кухня может объединить. Кухня как часть культуры может объединить двух народов. И там, где кушают хорошо, там и всегда все хорошо заканчивается. Несмотря на то, что казахи были кочевниками, армяне всегда оседлые, у нас есть некоторые сходства в кухне тоже. Например, те блюда, которые связаны с мясом, очень похожи. Организатором необычного культурного события выступило посольство Казахстана в Армении. Вечер был построен так, чтобы каждый присутствующий смог еще и унести с собой частичку нашей республики. Мы организовали небольшую выставку по следам прошлогодней фото-выставки, которую проводил в Ереванском метро. Фотографии, посвященные 20-летию Астаны. Мы организовали благотворительную распродажу и вырученные средства передаем дому пожилых людей, району НОРК, которому мы традиционно помогаем в своей деятельности. Кстати, здесь же на вечере родились и новые идеи сотрудничества двух стран. Идея находить общие мосты, общие интересы, рекламировать Казахстан для армянского туриста, Армению для туриста, который решил приехать в Армению, убедить его в правильности его решения, рассказать что-то новое. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время будем обращаться к теме Казахстана, освещать в силу наших скромных возможностей. Надеюсь, получится так, что это послужит очень хорошей основой для того, чтобы люди из Казахстана начали приезжать чаще в Армению и наоборот, естественно.